Скажите, при саркоидозе легких поможет вот это что-нибудь? Саркоидоз легких. Вы не знаете, что это, да? Это редкое заболевание. Легкие покрыты гранулами такими. Редкое заболевание, но оно здесь. Но это онкология. Нет, это не онкология. И не туберкулез, и не онкология. В принципе, должно быть, потому что идет гармонизация управляющих систем. При всех обстоятельствах. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели, что-то по интернету болезнь, и потом мне сказали. Это очень важно. Хорошо. Значит, при всех обстоятельствах. Лучше не будет, а лучше может быть. Понимаете, нет лечения. Не знают, как лечить. Очень многие болезни у нас не знают. Лечить предлагают гормональные большие дозы. Дело в том, что чем еще хороши вот эти препараты, если возвращаться к ним. Они хороши тем, что, поскольку их функции гармонизирующие, то когда вы пьете, принимаете наши препараты официальной медицины, то эффект позитивный усиливается, а негативные все эти вопросы существенно ослабляются. Поэтому эти вещи очень хороши, когда, допустим, операция прошла по поводу онкологии, и человека облучают, либо дают химиотерапию, и обычно очень плохо переносит это. У них иммунная система не стала посажена самой операцией, и предыдущая онкология, а тут еще такие нагрузки жуткие. И многие умирают во время этих процедур. А вот если вы будете на фоне вот эликсиров, допустим, три, вот тут и драгоценные, что будет в том месте. Вот на фоне вот такого эликсира будете принимать, то, во-первых, преоблучение у меня дыхабло сильно не будет, особенно приятное, это очень, правда? Вот, а здесь таких вот эффектов мне оболочить нечестно. И удается удержать человека в хорошем носном состоянии, и для чего проводят химиотерапию или облучение? Чтобы, не дай бог, убрать те онкологические клетки, которые случайно остались во время операции. Но при этом очень здорово сажать иммунную систему, и многие люди погибают именно на эти стены. Вот в таких случаях вот эти вот препараты просто не будут. Можно Вы спросите, я послушаю биологические выводы, что в этой стадии, на что ступешки занимаются, что Вы понимаете, вот три драгоценности этого, а в нем еще что-то сказали? Три драгоценности? Он сейчас проходит, потому что у него что-то еще субъекты. Да, три драгоценности, и он сейчас как себя чувствует? Он, Вы знаете, он потерял, он у меня с самого начала, у меня с самого начала, у меня с самого начала генитарей, подверг, а в поле в день. У него анализ, у него с самого начала генитарей, а в последнего, после курса, снизился 80, а после его 6 курса, у него осталось 50. Ну, анализ, вот я курсую, все с собой приняла, у него анализ хороший. Анализу крови, да? Да, я могу сказать. Вот, вот это вот, без печати. А с чай, и все это. А Вам, в принципе, я почему спросил о субъективном самочувствии, у Вас почиститься не мешало? Делать то, что, когда, когда вытаскает онкологию себе. Да, у него еще стома, стома, мы убили стома, стома вывели. Вот понимаете, какая вещь, много токсинов очень. Ведь раковые ветки, они выбрасывают в организм много токсинов, это надо убирать. Значит, гаосен был бы неплохо. Гаосен, очень хорошо. Вот в принципе, в принципе, вот это можно было бы, но это при хорошем самочувствии, потому что это нагрузка довольно приличная. Вот, вот это можно было бы. Он хорошо себя чувствует. Даже вот это. Вот с этого начать, да? Да, это можно делать параллельно. Да, да, но не горсть сразу в одну руку свежет, но на протяжении дня можно. Но можно попробовать один курс сначала, да? Да, конечно, конечно, посмотрите, как себя вы чувствуете. Чиститься надо обязательно, и в этом смысле гаосен незаменим, потому что он будет выводить, он таксин очень хорошо цепляет. Да, он выводит таксин. Это же параллельно, да? Но имейте в виду, да, это можно. Это 144 таблетки, это 244. 4, можно и больше, можно и по 8. Кстати, говоря, он полный. Нет, он это самое, сейчас 10-10 килограмм есть, то у меня отсюда включил, все будет ясно. Но не институт. Да? То есть он в норме. Он вообще в норме. Раз большой кислот. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Вот по поводу гаосен, не имею в виду, надо много пить кислот. Потому что он распухает, он распухает, ну, и сбивает таким образом аппетит. Вот, и чтобы он выходил, чтобы он, так сказать, нормально очищал, надо, чтобы уже пить кислот. То есть... Чтобы вот это, а потом вот это, да? Это можно параллельно. Параллельно. Вот так. А потом вот эти три драгоценности, да? Три драгоценности, да. Значит, кстати говоря, как пить? Значит, утречка, вычищает он рот, зубы, щеки, неба, все. Выпивает, выпивает полстакана, стакан теплый, почти горячий, ну, как чай. Как чай. Вот выпивает он. И после этого можно отсасывать вот эти вот три драгоценности. У него всасывание произойдет через подъязычную вену, уже во рту, во много. И, так сказать, до кишечника не успеет дойти, уже попадет в кровь и будет работать. Понимаете? И он почувствует, так сказать, определенный прилив сил, ощущение, как у кислоты. Как пить это салонка? Какое количество? Там салонка. В каком количестве? В каком количестве? Здесь важно, есть у него какие-то хронические заболевания, попух? Помимо того, что... У него таспасы печени. Значит, печень надо поберечь. Это все очень хорошо. Вот это вот будет работать. Хорошо. Ну, сколько, сколько? Ну, выпейте. Пусть он насосет, так, 5 миллилитров нашей страцем упадет. Если он попробует пить, никаких у него не будет эффектов неожиданных. Может, потом и полфлакона пить, и флакон может пить. Потому что его состояние... Ну, сложный карусет, он будет с первого июня. Сложный карусет, он будет с первого июня. Какие там еще компоненты? Ну, в принципе, я эту продукцию сама пила, 6 лет назад, и она сама пить. Но, в принципе, ниже по уровню, меньше по составу. Я понимаю, да. Значит, начните с половины все-таки. С половиной. Сразу с половиной. Сразу с половиной. Если все будет нормально, тогда так и остановитесь на этом. А санкцией не надо пить? Вот при печени, при этой... Санкцией на печени плохо не пить. То есть это... Он тоже кармонизатор. Нет, все это. Он тоже... Его, знаете что, его даже... Вот, скажем, вот этот вот карминцепт, феникс, значит, рекомендуется при этих воспалительных заболеваниях и в ушах, если оттит, и в глаза капать, если это не укидит, и в нос можно капать. Вообще во все отверстия, где есть воспалительные процессы. Даже от геморроя это помогает, если, так сказать, вот очень здорово выражено, можно на ватку... Вот. Универсальная эта работа. Значит, это вот раз. Теперь... Синиксир, синиксир. Эликсир. Эликсир, да, это эликсир, синиксир. Вот. Ну, в принципе, то же самое. И одно из... Вот даже, знаете, если вирусные заболевания, скажем, кандиломы какие-нибудь, бурдавки там и так далее, можно вот тремя драгоценностями просто протирать. Потому что они противовирусным эффектом обладают. И через какое-то время ваша свадьба стала не достроена. А вот это, так сказать, очень хорошо. Причем, где бы это ни было. Вот. Понятно? Григорьевич. Вопрос такой, Григорьевич. Я... Все ответил. Сан-цин. Вот. Что касается сан-цина, я говорю, вот была ошибка. Значит, у нас один из дистрибьюторов, вместо кандисепс-феникс, сан-цин в глаза как-ли. Да, был белый. Тоже был очень хорошо сан-цин. Потому что я говорю, что все они, и очистители, и регуляторы, и восстановители обменных веществ, просто разные акценты. С разной силой они действуют на том или ином участке. Вот так что, видите, ну так что плохо. А у меня при убойной почке профессора Ди в последний раз. Ди? Ди. Ди. Профессор Ди была. А, профессор. Вот здесь вот она проводила, да. У меня двойная почка, она сказала, вот, очищающая фениксер самсу. Вместе с элитсером феникс. У нас разночения нет. Хотя я не слушал ее. Я был на этом самом, на большом форуме. Там она ограничивалась рассказом легенды, очень затяжной. И все. А здесь у меня не было. А еще скажите по поводу пояса. Его у кого-то при болях? Значит, его носить при болях, конечно. Я лучше скажу, когда его не рекомендуют носить. Но опять-таки не рекомендуют просто из общих соображений. Значит, его не рекомендуют в случае онкологии четвертой степени, потому что улучшается кровоток, может, так сказать, метастаза. Вот, это раз. И когда речь идет о кардиостимуляторе, есть кардиостимулятор или есть дозатор сурином. Вот, ну, электрические приборы, а здесь мозг, чтобы вот не было головок. И прибеременность. Хотя у нас были президенты, у нас одна молодая дама носила этот пояс и при беременности, и пила все эти эликсеры, и ребенок родился при детстве. Все, по-моему, фотографии. Так что я повторяю, эти рекомендации вносит к распределению. Как обычный применительный препарат, рекомендуется. А женщина не может кричаться. Скажите, у нас учительница в этой сфере из больницы. У меня же межпозвоночная грызь. Грызь, а есть на нее пальцы. Что ей лучше сейчас? У нее грыжи межпозвоночных дисков и что еще? Я не знаю, как все это надеть на футболе. А, операцию не делают? Не делают, пока подождать. Потому что это калечение, конечно. Вот, значит, носить пояс. Пояс носить шею и это, что это не будет. Причем, начинайте по полчасика, утром и вечером. Если она адаптируется к этому, можно увеличивать продолжительность. А потом можно носить по нескольку часов, если, так сказать, чувствовать не с кожей позволяет. Она должна сама под себя это подождать. У нас есть люди, которые, значит, на работу, на целый день надеваются, пояс на рубашку. На голый тело надеваются. И там уже похудеют. Вот у Синькова у нас есть товарищ, который регулярно худеет. Таким образом меняет костюмы, показывает нам, как он похудел. А потом управляет. А? А потом управляет. Вот кушать будете? Нет. С ГАОСЭНом? Ну, он носит постоянное, он может, конечно, поправиться. Но вот если он ГАОСЭН будет принимать, то он не будет толстеть. Почему? Потому что ГАОСЭН сбивает аппетит. Он и чистит, и аппетит сбивает. Он разбухает желудок. И таким образом есть не хочется. И это не значит, что человек будет испитой, он будет есть в меру, но не перееден. Все необходимое. А если бы не умолнили, что нужно попить для укрепления? Вот очень хорошо вот этот самый геон. Эликсир. Вот этот, три драгоценности. Это когда скачет температура, когда в самом тяжелом состоянии находится. А потом можно просто вот этот вот эликсир 3, не три драгоценности, а финий. Вот это очень хорошо. Прекрасно. Еще вопрос у нас. А капсулы венжина можно или можно для больного? Капсулы можно принимать. Вот, да. Вот, да. Капсулы, конечно. Если комплекс описывается, по-самому, на лечение комплектов, продуктов. Мы рассказали про ща и ща, и ща, и ща, и ща, и ща, и ща, и ща. Да. Гази. Гази. Эти тоже можно принимать. Вот, да. Кровь можно почистить. Корбиностные сосуды. Вот этот, судяче, уфу, мы упускаем. Это чистые сосуды? Да. Тем самым, вечно, и учаевые. Да, это не из комфорта. Конечно. И там вот говорили, что в прошлом раз, какой-то некротический исчез, он будет гибриновый налет. Я могу сказать, что это нет. Конечно, потому что он... А это у нас сайлами. Я вам вот что скажу. Вот эти грибные препараты, которые я имею в виду, они полисосоцидные сайлами. Полисосоцидные сайлами, это те самые компоненты, основа компонентов тех самых, которые восстанавливают вот эти приемные устройства. Вы понимаете, какая прелесть? Вот. То есть вот эти вот эликсиры, они даже могут онкологию, если она в начальней шаге, встречается, вот в клетку лысей, а они являются теми препаратами, которые обратно восстанавливают вот эти рецепторы клетчатые. Для всех препаратов. Скажите, а сколько на курсе надо делать? Все грибные. Все грибные. То есть... Капсул. А? Чтобы почистить капсулы вот эти для очистки сосудов. Он же говорил. Я говорю, две ванночки на год уже достаточно. Ну, может, и чаще. Это зависит от сосуда, потому что, если у вас, допустим, тромбофлебит, там, где что-то в этом духе, вот, неморой выраженный, то, конечно, имеет смысл и больше. То есть, одну ванночку пропил, а потом через... Через какое-то время? Капсул сколько? А? 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 Как принимать, как это называют? Чистые сосуды. Чистые сосуды. Чистые сосуды, парочку. 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 Будем. Ещё вопросы? Ну, старый, пожалуйста, если... Ну, как... Уже возраст, да, и всё такое. Чувствую себя совершенно нормально. Ну, есть какие-то там, идёшь, когда практик какие-то небольшие отклонения, но вообще-нибудь надо делать. А вы обследуетесь. В смысле принимать и принимать? А почему? Ведь это... Ведь это средство... Средство поддержания активного долголетия. Средство омолаживания. Причём не косметика какая-нибудь, вы нарисовали себя красивой, а обмен веществ будет такой, что у вас хороших... И чувствовать себя, главное, будете бодрым, хорошо. Разве это плохо? Значит, что пить? Что пить? Вот, во-первых, элипсир феникс. Это вообще базовый препарат, который рекомендуется всем буквально. Вот, скажем, три драгоценности и денег не рекомендуется. Это рекомендуется всем и детям. Вот, скажем, у розы феникс, если ребёнка учит, маленького, вот, младенца часто ору, а мы, как сказать, с микрофлори, там, перекосим, там, бывают всякие полки для этого. Вот насосочку можно буквально вот пол капельки морзнуть и ему в разу сосочку ставить. Вот, в какой-то счастье. Прекрасные вещи. Поэтому, если ничего не болит, слава богу, и болит не будет. Скажите, как вы сами, принимаете аппарат? Конечно. Хорошо вы видите. Конечно. Спасибо. Спасибо. Мы все хорошо вы видите. Ну, наверное, всё. Да, спасибо. Спасибо. Очень добрый, что вы получите реактиву. Вам приятнее быть дел. Спасибо.